Ярыгинский турнир У меня уже опыт чуть побольше, чем у него И сегодня на моей стороне была удача Если победу в общем зачете среди мужчин одержали российские борцы То вот среди женщин равных не было японским спортсменкам Девушки из страны восходящего солнца взяли 4 золотые медали Ни одна из россиянок не смогла взойти на высшую ступень педестала Было сложно, очень жесткая борьба Особенно в финале россиянка Пранцевич очень сильная соперница Не надо было, наверное, начало отдавать Потом вроде догоняла, догоняла, вот-вот-вот Не хватило, не знаю, может быть состояние такое Но вроде все могла Не знаю почему Я до сих пор думаю, почему не я Кульминацией турнира стал финальный поединок В так называемой ерыгинской весовой категории В ней встретились действующий олимпийский чемпион Кайл Снайдер И россиянин Расул Магомедов Начало поединка осталось за представителем Дагестана Но в последующем американец обрушил всю свою мощь на соперника Досрочно завершив поединок Здесь бороться всегда сложно К тому же тяжело было из-за смены часовых поясов В прошлом году я проиграл, сейчас я победил Поэтому я очень рад Подробный отчет о ерыгинском турнире смотрите в среду В большой спортивной программе в 21 час 45 минут Александр Третьяков одержал вторую победу на этапах Кубка мира по скелетону На этот раз красноярцу не было равных в немецком Кёнигзе Не менее значимые победы одержали Никита Трегубов и Юлия Канаткина Красноярцы выиграли золотые медали юниорского чемпионата мира Прошедшего в латвийской Сигулде Также стоит отметить наших саночников Александра Денисева и Владислава Антонова Сибиряки в эстафетной гонке взяли награды бронзового отлива на чемпионате мира в австрийском Иглсе Неожиданный сюрприз преподнес баскетбольный Енисей На своей площадке подопечные Олега Акулова обыграли казанский Уникс 46 секунд именно столько времени именитый соперник вел в счете в этом матче 75-66 Красноярский клуб закрепил свои позиции в зоне плей-офф единой лиги Не менее яркую игру на минувших выходных провел и хоккейный Сокол Оказываясь в роли догоняющих на протяжении всего матча с принципиальным соперником ангарским Ермаком Красноярцы все же смогли склонить чашу весов на свою сторону Победу команде принес точный бросок Антона Гловацкого в серии буллетов 3-2 Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова